Все мы с вами были свидетелями возведения надземного пешеходного перехода через Харьковскую трассу в районе остановки Городской. И вот строительство досрочно завершено. Торжественное открытие надземного перехода совпало с Днём Строителей. Перерезать красную ленточку выпала честь заместителю главы администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Михаилу Солоницыну, главному инженеру управления федеральных автомобильных дорог АЗОВ Сергею Ивашенко и директору генерально-подрядной организации «Гидрострой» Михаилу Землянову. Были объективные сложности, но благодаря администрации города, благодаря заказчику Рожкову Владимиру Ивановичу большое-огромное спасибо. Оперативно решались все проблемы, которые возникали, и поэтому в очень сжатые сроки был построен данный переход. Деньги на строительство данного перехода выделили из федерального бюджета области. Ну, первоначально была сумма там около 28 миллионов, но по результатам торгов она была снижена до 22 миллионов с половиной, что и сохранили деньги государству, они могли быть перенаправлены на другое строительство, то есть экономно и качественно был построен данный переход. В Новошахтинске это уже второй надземный пешеходный переход, состоящий на балансе управления федеральных автомобильных дорог АЗОВ Федерального дорожного агентства. Кстати, отзывы были очень хорошие, по-первых, по просьбе администрации населения. Мы и построили второй пешеходный, что является это самое главное, безопасность людей. Этот объект очень значимый, как и для нашего управления, так, я надеюсь, и для жителей города Новошахтинска, и для гостей города, потому что все-таки строительство данного объекта позволит сделать жизнь жителей более комфортной, удобной. Мы с вами смотрим, что здесь перейти дорогу в четырех полосах, все-таки определенные проблемы возникают. Федеральная трасса М-19 – это оживленная дорога с большим потоком машин, которую каждый день переходят жители района городской. В непосредственной близости от дороги находятся два детских сада «Солнышко» и «Золотой петушок», 31-я средняя школа, рынок, магазины, Сбербанк. Поэтому появление безопасного пешеходного перехода для этого района является жизненно важным объектом. До недавнего времени федеральная дорога в Новошахтинске давала 51% ДДП. Это серьезно, в том числе со смертельными исходами. И действительно, коллектив управления федеральных дорог во главе с Рожком Владимиром Ивановичем серьезно занялся за последние три года. Мы видим конкретные изменения, мы видим и барьерные силовые ограждения, мы видим и пешеходные переходы, и переходы надземные, и светофоры, естественно, которые светодиодные, с обратным отчетом. Все это привлевло к тому, что за последние, вот мы по статистике посмотрели, за последние два-три года сократилось ДДП в четыре раза. Важность в том, что мы, значит, пешеходный поток разделяем с транспортом, то есть люди не будут пересекаться с автомобилями, тем самым надеемся на снижение аварийности именно с участием пешеходов. Я хожу в школу восьмую, она на микрорайоне. И когда ехать сюда на маршрутке, то переходить по пешеходному переходу наземному труднее, не так безопасно. Ну, просто по пешеходному переходу переходить неудобно, когда идешь в школу. Замечательно, давно была пора его построить, потому что столько проблем возникает, чтобы просто перейти дорогу. Спасибо всем большое, всем организаторам за этот мост, потому что я сама мама двоих детей, и мой ребенок учится в 31-й школе. И на самом деле, пока родители все на работе, мы очень беспокоимся, как наш ребенок дошел через федеральную трассу. Но теперь будет спокойнее наша душа родительства, что ребенок спокойно перейдет по этому мосту. И самое очень важное, спасибо, что так быстро все это сделали. Мы успели к учебному году, 1 сентября. И для тех жителей, кому этот мост неудобно, например, использовать, они также могут переходить дорогу по оставшемуся светофору. Самое главное, чтобы объект приносил пользу городу. Мы внесли в копилку нашей страны и города значительный вклад в безопасность жителей. Дети уходят в школу, пожилые люди, возраст не позволяет переходить дорогу с интенсивным движением. Самое главное, как отметили мои коллеги, это безопасность и жизнь наших горожан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok